хочу вам показать как отличается этот роза когда она только расцветает вот видите только расцветает и когда она уже отцветает видите какой цвет у нее появляется почти почти белый вот это все на одном кусту здравствуйте мои подписчики гости моего канала сегодня я хочу напомнить вам один из замечательных рецептов это как бороться с фруктовой мушкой которая заводится в лето и в летнее время у вас в доме называется эта мушка дрозофила и она обычно лезет на продукты разъедает фрукты и мешает нам всем жить что же делаю я беру стакан простой стакан и наливаю яблочный уксус буквально одну третью одну четвертую стакана если у вас нет яблочного уксуса налить и фруктовый сок апельсиновый яблочный любой это средство для мытья посуды наливаем немножко этого мыла и я наливаю горячую воду распространяется запах лучше и появляется вот такая пенка вот таким образом я готовлю приманку для дрозофилы ай горячо вот этот стакан я оставлю стоять на подоконнике и этим раствором или составом я прекрасно ловлю мушек и мушек и они у меня почти не живут не могу сказать что не живут тогда бы зачем я это ставила но почти не живут что еще хочу сказать бывает еще мошка черная мушка или это еще и не мошка комарик которая разводится в земле ваших домашних цветов комнатных цветов это мушка или комарик вот она тоже неприятно когда она заводится она заводится от сырости это говорит о том что вы слишком много поливайте свои цветы чтобы избавиться от мушки в цветах засыпьте свои цветы песком где-то на пол сантиметра приблизительно через песок мушка не сможет отложить свои яйца в землю если вы засыпите политый цветок то через неделю у вас уже этих мушек не будет поливайте лучше свои цветы в поддон если они у вас стоят в кашпо поливайте в кашпо но не плевайте сверху пусть у вас цветочки будут засыпаны песочком тогда у вас не будет черных мушек в комнатах вот так я вам рассказала два рецепта как избавиться от мушек в квартире эти рецепты работают я ими пользуюсь уже не один год поэтому как-то так это вам от меня напоминание эти рецепты уже есть на канале ну вот мы опять на поле сегодня нам повезло открыто сейчас пойдем ну вот моя корзинка полная ягод еще навалом знаете какая красавица сейчас я дойду до края пойду в обратную сторону ягоды посажены на бортах затянутых пленкой и это очень удобно потому что ягода не пачкается лежит на пленке ну вот заглядываем в куст а тут она такая холодненькая замечательная клубничка ну вот в этом году потребность в ягоди у меня небольшая не знаю поеду я еще или нет но я рада что мы с вами съездили на клубнику и набрали столько сколько мне нужно летит самолет гудит вот здесь за веревочкой которая разделяет клубничное поле собирать нельзя это для продажи а вот здесь где мы с вами стоим сюда пускают люди если вы посмотрите то людей на поле очень много сейчас почитаю три шесть восемь десять двенадцать человек но еще очень многие стоят там в очереди чтобы взвесить свою тару вот я уже заканчиваю сбор и пойду в обратную сторону и покажу вам как выглядит клубника красота страшная сила моя корзинка уже полная но есть такие крупные ягодки от которых не могу отказаться вот там тоже если вы присмотритесь клубники полно вот здесь растет красная смородина и она уже спелая а если вот туда заглянуть за бугорок то там гуляют коровки с телятками вон сколько ягод 2 не хочу мы отправляемся в обратный путь и мы идем к машине еще не очень жарко прекрасно можно собирать клубничку укладываемся ну вот мы набрали каждую по 5 килограмм с лишним красота меня поправили оказывается мы набрали по 3 кило потому что 1 килограмм стоит 3 евро вот так что по 9 уйра я уплатила 9 50 июля я уплатила 9 уйра так что по 3 кило мы набрали вот как то так вот тут такая замечательная ягода нас встречает крыша эрбер написано это свежая клубника о красота немножко мешает солнце снимать на солнце вот как то так отправляемся по дороге домой едем мы недолго как то так мы добрались до дому сейчас накрою полотенцем она с вами на работу всем всего доброго и до новых волнующих встреч а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...